На все 65 копеек, как рассчитывается периодичность уборки подъездов, где можно поставить баню и посадить яблоню, чтобы не поссориться с соседями. Здравствуйте! В эфире Солигорского телевизионного канала программа «Закон и право». Каждый вторник мы знакомим вас с правовыми новостями, помогаем разобраться в юридических нюансах и ищем ответы на ваши вопросы. Начнем с новостей. С 1 января действуют изменения, касающиеся технических средств организации дорожного движения. Разработчики ввели новые дорожные знаки, к примеру, регламентирующие движение на пешеходных и велосипедных дорожках. Добавились знаки со схемой движения к пункту обслуживания системы электронного сбора оплаты за проезд БелТол. Появились дорожные знаки, информирующие о станциях зарядки и АЗС, совмещенных с ними. Знаки, предупреждающие о контроле с помощью камеры с фотофиксацией и дорожных работах, теперь будут дублироваться. Дополнится разметка на стояночных местах для людей с инвалидностью. На дорогах появится фронтальное дорожное ограждение, благодаря которым транспорт при наезде не получает критических повреждений, а водитель и пассажиры – серьезных травм. Вступили в силу новые требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукции. Санитарные нормы и правила утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь. Документом устанавливаются требования к территории, освещению, микроклимату, содержанию и эксплуатации помещений, оборудованию, обращению продукции на рынках. В частности, разрешается реализация овощей, зелени, свежих грибов, фруктов на открытых торговых местах на рынках, со столов, из корзин, бочек, ящиков, мешков, которые размещаются на подтоварниках, предохраняющих продукцию от соприкосновения с землей, а также с автомобильного транспорта на специально отведенных площадках. При этом указано, что продукция должна быть защищена от прямых солнечных лучей. Относительно сельскохозяйственной продукции, произведенной гражданами на земельных участках, установлено, что она может реализовываться на рынке после проведения соответствующих лабораторных исследований и заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка. Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто. В частности, изменения коснулись пациентов со злокачественными образованиями. По новому перечню, противопоказанием является только злокачественное образование 4-й клинической группы. Документом также расширены медицинские показания к управлению механическими транспортными средствами, в том числе и для инвалидов. В частности, при нарушении функции опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность трудовой занятости. Это же касается и людей с нарушением слуха. Они также могут быть допущены к управлению автомобилем с возможностью трудовой занятости. Беременные женщины, имеющие водительское удостоверение категории «Б», теперь на любом сроке беременности могут водить машину. Ранее это запрещалось с 30 недель беременности. Уже несколько лет услуга по санитарному содержанию вспомогательных помещений исключена из технического обслуживания и стала самостоятельной и отдельно оплачиваемой. Тариф на нее рассчитывается в зависимости от количества зарегистрированных в квартире жильцов. Вместе с тем, организация, осуществляющая уборку, получила право самостоятельно определять периодичность и виды работ, исходя из имеющихся на эти цели средств, то есть отчислений жильцов. Как же часто убираются наши подъезды и чем руководствуются коммунальщики? На вопрос мы попросили ответить начальника Солигорского ЖКХ-комплекс Александра Чемоданова. Александр Яковлевич, каков сейчас порядок уборки вспомогательных помещений жилых домов? Давайте начнем с того, что оплата мест вспомогательных помещений жилого дома осуществляется согласно фиксированного тарифа. То есть не фиксированного тарифа, а есть предельно допустимый тариф, установленный на оплату данных услуг, а выставляется к оплате населения фактически понесенный затрат. То есть сколько обслуживающего предприятия понесло затрат, столько оно и выставляет к оплате населению. В защиту населения в данном случае выступает именно вот этот фиксированный тариф, который не может быть более 65 копеек с человека в месяц. То есть если предприятие может за эти деньги осуществлять уборку чаще, оно это выполняет. Если нет, значит оно вырабатывает эту сумму, но есть требования санитарных норм правил, требования Министерства жилищно-коммунального хозяйства, что в подъездах должна поддерживаться чистота. А уже задача жилищно-коммунального хозяйства рассчитать, просмотреть, какой там человека поток, какое население проживает, какие усилия необходимо принять, чтобы в том или ином подъезде было чисто и порядок. Да, есть рекомендуемая норма уборки вместо вспомогательных помещений жилого дома, где прописывается, что сухая уборка должна быть не реже двух раз в месяц и влажная уборка не реже двух раз в месяц. Но, к большому моему сожалению, наши большие дома, в частности 15-этажные, где площадь этих вспомогательных помещений очень большая, и если мы там будем выполнять с такой периодичностью, даже с такой минимальной периодичностью эту уборку, то мы не вкладываемся в эти 65 копеек, которые получаются гораздо дороже. Но даже в этом случае предприятиям проводится расчет, устанавливается норма, мы там исключаем одну влажную уборку, делаем три сухих и одну влажную, что как раз позволяет нам не превысить вот этот норматив, чтобы не выставить людям, не дай бог, лишние деньги к оплате. Но еще раз скажу, что в первую очередь, конечно же, чистота в подъезде зависит не от того, как часто там будет производиться уборка, а от того, как редко там будут царить. То есть иногда просто опускаются руки, когда вот приходишь в подъезд, видишь, насколько он чистый, вот что только-только прошел работник ЖЭСа, с тряпкой все протер, все помыл, и зайдя туда на следующий день, ты видишь следы вчерашнего пиршества чьего-то, не дай бог, еще подходы жизнедеятельности чьей-то. Это, конечно же, никаких приятных эмоций не вызывает. Ну, даже несмотря на то, что вот уже уборка произведена, конечно же, любая заявка на номер 115, и направляются работники ЖЭС туда, и выполняют эти мероприятия для поддержания чистоты в том или ином подъезде. В Солигорске реализуется программа по ликвидации мусоропроводов. Постепенно их заваривают, а во дворах устанавливают дополнительные контейнеры для сбора отходов. Вместе с тем еще немало подъездов, где мусоропроводы пока продолжают функционировать. Каков порядок уборки мусорных камер и куда обращаться, если в подъезде, например, появился неприятный запах? Уборка мусорных камер, где, собственно, хранится контейнер, производится регулярно. То есть каждый раз, когда выкатывается контейнер для забора мусора, зависит от графика забора, раз в два дня, раз в три дня, раз в четыре дня, параллельно с выкатом должна производиться сухая и влажная уборка этой мусорной камеры. Значит, впоследствии по заявкам, либо не реже, чем раз в год, должна производиться дезолюционная обработка ствола мусорной камеры, если есть необходимость, граждане обращаются опять-таки на номер 115, и она проводится чаще. Если такой необходимости нету, раз в год, с целью недопущения распространения каких-то вредоносных вирусов, инфекций, микробов, бактерий и так далее. А вот избавиться от грызунов, на появление которых также иногда жалуются солигорчане, тоже можно звонком на 115? Заявка на 115, и тут же служба диротизации будет направлена на данные работы. Договор с Центром гигиены и физиологии Солигорского района у нас заключен, все эти услуги не предоставляют, буквально на следующий день после обращения. Тут они работают очень оперативно. По любым вопросам, связанным с жилищно-коммунальными услугами, даже по мусоропроводам, по мусорам, необходимо обращаться на номер 115. По абсолютно любым вопросам. Не надо обращаться ни в какую другую инстанцию. Там сидят специалисты, которые вашу заявку примут и переадресуют туда, куда это необходимо. ВК-комплекс, значит ВК-комплекс. ЖКХ, значит ЖКХ. Водоканал, водоканал. С абсолютно всеми поставщиками жилищно-коммунальных услуг, действующих на территории Солигорского района, заключены договора с диспетчерской службой единого номера 115. Это и товарищество собственников, это и мелкие предприятия, оказывающие услуги под обслуживанием домофондных систем. Абсолютно все имеются в базе данных 115. Не надо записывать 20 номеров, никому из кражин. Необходимо просто набрать три цифры. Один, один, пять. Спасибо. Как определяется периодичность уборки мест общего пользования, мы сегодня говорили с директором ЖКХ-комплекс Александром Чемодановым. В Солигорском районе активно ведется индивидуальное строительство. Строятся частные жилые дома, перестраивают или возводят дополнительные постройки дачники. И здесь легко можно испортить отношения с соседями, поставив, например, баню у самой границы смежного участка. С такой ситуацией столкнулась наша телезрительница Клавдия Ивановна. Женщина интересуется, есть ли нормативы строительства и как можно повлиять на соседей, которые, по ее мнению, расположили постройку слишком близко к границе ее участка. Ответить мы попросили главного архитектора Солигорского района Валентина Стасюкевича. Валентин Александрович, какие документы регулируют порядок индивидуального строительства? Нормативный документ в этом разрезе – технический кодекс установившейся практики. Согласно техническому кодексу установившейся практики, градостроительства, индивидуальное жилищное строительство, нормы проектирования. Отдельно стоящий одноквартирный блокированный дом возможно размещать на расстоянии не менее 3 метров от границ соседнего смежного участка. Также на приусадебном участке возможно размещение нежилых капитальных построек, беседок, навесов, пергол высотой не более 3 метров на расстоянии не менее 1 метра от границы смежного участка. Вольеры с животными размещают на расстоянии не менее 4 метров от границ смежного участка. Высокорослые деревья, яблоня, груша, черешня размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ смежного участка. Декоративные деревья, также плодовые деревья, вишня и другие декоративные деревья размещаются на расстоянии не менее 2 метров от границ смежного участка. Кустарники, декоративные кустарники, плодово-ягодные кустарники, малина, виноград размещаются на расстоянии не менее 1 метра от границ смежного участка. В нашей стране предпочитают ставить высокие заборы вокруг своих владений. Какой высоты может быть ограждение? К заборам, опять же, в техническом кодексе установившейся практики градостроительства района жилой усадебной застройки прописано, что заборы на индивидуальных живых участках должны устанавливаться высотой не более 2 метров. На границе смежных участков устанавливается забор не более 1,7 метра высотой и светопрозрачностью не менее 50%. Светопрозрачность ограждающей конструкции. К примеру, светопрозрачность забора из сетки рябицы принимается 100%. Также возможна установка дублирующего забора. То есть это случай, когда по границе участка устанавливается 2 забора. Каждый сосед устанавливает свой забор на границе участка. В таком случае расстояние между дубльзаборами не менее 1 метра. Если владелец земельного участка считает, что соседи нарушили нормы технического кодекса, куда нужно обращаться и какие меры могут быть предприняты? Если у граждан возникают спорные вопросы о размещении построек на соседних приусадебных участках, они обращаются в Солигорский районный исполнительный комитет за разъяснением, ну и проверкой по факту нарушений. Зачастую бывают случаи, когда действительно соседам самовольно возводятся капитальные нежилые постройки. Бывают случаи даже с нарушением границ, не говоря о несоблюдении отступа от границы соседнего участка. Ну, конечно, к таким гражданам применяются меры административного взыскания и предписание снос. Если это нарушает нормы отступа, возможно рассмотрение принятия это как самовольное строительство при условии нотариально заверенного согласия соседа. Также немаловажно стоит отметить, что при всем при этом не должны нарушаться противопожарные нормы. То есть расстояние до близлежащих соседских построек должно быть нормировано согласно классу огнестойкости конструкции. То есть в зависимости от класса огнестойкости конструкции варьируется расстояние между постройками. Спасибо. О том, как правильно разместить на своем участке постройки и зеленое насаждение, мы говорили с главным архитектором Солигорского района Валентином Стасюкевичем. Вы смотрели программу «Законы права». До встречи во вторник. Субтитры создавал DimaTorzok